Mitsubishi L200 назван победителем премии ТОП-5 авто в номинации «Лёгкий коммерческий автомобиль пикап». В составе жюри этой премии входят авторитетные российские журналисты, при том в финальном голосовании приняли участие сразу 48 человек. Незадолго до этого последнее поколение японского пикапа завоевало награду «Внедорожник» 2019 года в России. Кроме того, обновленную модель недавно признали лучшим пикапом в Великобритании, Австрии и Франции. Сама модернизация состоялась под занавес 2018 года и принесла действительно много нового. Так L200 обзавелся совсем другой передней частью, а капот приподнялся на 4 см. Кроме того, изменили форму и лишились накладок колесные арки. Также рестайлинг принес новые задние фонари и подправленный задний бампер. Вдобавок увеличилась глубина грузового отсека, изменились настройки подвески и тормозов, плюс выросла жесткость кузова. Дорожный просвет увеличен на 1,5 см, благодаря чему чуть изменились углы въезда и съезда. Но это касается только тех версий, где стоят 18-дюймовые колеса. Кстати, за такими колесами скрываются и более производительные тормоза от внедорожника Pajero Sport. У них тормозные диски большего диаметра, а вместо однопоршневых механизмов установлены двухпоршневые. Интерьер изменился точечно. Центральная консоль сменила оформление. На тоннеле и дверях появились мягкие вставки, а графика приборов была перерисована. Тогда же Mitsubishi L200 получил улучшенную шумоизоляцию и новое оборудование. Для модели впервые стали доступны светодиодные фары, обогрев руля, датчик дождя и USB-порт на втором ряду сидений. А главным техническим новшеством оказалась шестиступенчатая автоматическая коробка Aisin. До обновления пикап оснащался пятидиапазонным агрегатом. Единственный доступный мотор – турбодизель 2.4, с которым можно заказать не только автоматическую, но и механическую коробку передач. В начальной и средних версиях двигатель выдает 154 силы, а в топовой – 181. В России L200 сейчас доступен по цене от 2,199,000 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова